Во-первых, мы встретились со своими фотографиями, много у которых, у некоторых нет футболистов таких. Подходят разные люди и говорят, у меня там дедушка болит. Молодежь тоже помнит, и я считаю, что это очень отличная акция для того, чтобы популировать футбол. Глуб очень здорово делает, что проводит такие акции. На российском уровне сейчас, скажем так, мы одни из лучших по организации, поэтому здесь и на стадион приятно ходить людям. Коллекцию собирал мой, к сожалению, уже сейчас покойный отец. Специально подобрал предварительно, это в основном 1985-1984 год. Я сам на наш стадион попал в 1991-м, мне было 10 лет. Матч, помню, как сейчас это факел Динамо Сухуми. Идея выставки именно про 80-е родилась тогда, когда мы готовили материал о матче факел «Спартак» 1984 года. Мы обратили внимание тогда, что текст банально нечем иллюстрировать. Но там буквально 80 кадров осталось, не самого лучшего качества, вот и все. И мы решили, что нужно поднимать вот архивы, нужно работать с болельщиками старшего поколения, с знатоками, с коллекционерами, искать старые вещи. Потому что, ну, эту историю нужно обязательно поднимать. Наш клуб обрел новую аудиторию в своем году премьер-лигу. Это нормально абсолютно. Но с этой аудиторией нужно работать, ей нужно рассказывать о том, что мы не в чистом поле вот эту работу строим, что у нас есть традиции, что у нас есть история, что все это очень давно тянется. И болельщик недаром годами ходит на трибун. Это у нас в крови, видимо, у воронежца. И очень хотелось вот об этом сегодня поговорить, встретиться. И очень здорово, что здесь присутствуют и болельщики со стажем, и болельщики, которые на стадионе не так давно, все они вместе, все они общаются. Все они видят тех людей, которые ковали победную славу клуба, победные традиции. И это очень здорово. Обязательно будем продолжать проводить офлайн-мероприятия вот такие. Мне кажется, что у нашего клуба в этом плане очень хороший потенциал. Субтитры сделал DimaTorzok